Представь себе существо, которое может избежать смерти, не стареть, начать жизнь заново, как будто у него есть кнопка перезапуск. Звучит как фантастика, но такое животное реально существует. Это медуза Turritopsis dohrni. Когда эта медуза оказывается на грани гибели, из-за старости, болезни или хищников, она активирует свою сверхспособность. Ее клетки начинают обратный процесс развития. Она буквально становится младенцем. Такое не умеет делать ни одно другое животное на планете. Это похоже на то, как если бы старый человек внезапно превратился в младенца, потом снова вырос, затем снова помолодел. И так бесконечно. Фактически эта медуза бессмертна. Конечно, если ее кто-то не съест или если не случится, что-то экстраординарное. Ученые уже десятки лет изучают этот феномен. Ведь если мы поймем, как работает это бессмертие, то, возможно, сможем применить его к людям. Представьте мир, где старость это не приговор, а всего лишь этап, который можно обнулить. Самый громкий звук. А теперь представь, что ты находишься под водой. Вокруг абсолютная тишина. И вдруг оглушающий рев. Его слышно за 500 миль. Это самый громкий звук, который производит живое существо. Так поет голубой кит. Крупнейшее животное на планете. Его голос настолько мощный, что может проходить сквозь толщу океана и передавать информацию другим китам на огромные расстояния. Это все равно, что человек закричал бы. И его услышали бы в другой стране. Для нас такой звук был бы невыносимым. Если бы кит закричал рядом с вами, ваши барабанные перепонки могли бы лопнуть. Но в воде звук распространяется иначе. И для других китов эти песни звучат нормально. С помощью этого ревущего интернета киты могут предупреждать друг друга об опасности, находить партнеров, общаться в стае. Но есть одна проблема. Из-за кораблей и подводного шума киты теряют связь друг с другом. Им все сложнее находить сородичей. Возможно, когда-нибудь мы создадим технологии, которые помогут этим гигантам общаться, несмотря на шум океанов. Но пока они продолжают звать друг друга. Громче, чем любое другое существо на Земле. Суперудар креветки богомола. Теперь представь себе животное, которое может пробить стекло одним ударом. Скорость его атаки, как у пули. Это креветка богомол. Настоящий боец в мире морских обитателей. Эта маленькая хищница обладает самыми мощными конечностями среди всех существ на Земле. Она бьет с силы, которой хватило бы, чтобы раздробить человеческую кость. Как ей это удается? Дело в уникальной анатомии. Ее передние конечности работают как пружины, накапливая энергию перед ударом. Когда атака начинается, лапки разгоняются до скорости более 50 миль в час. Это примерно, как если бы человек мог бить быстрее, чем выстрел из револьвера. Но это еще не все. Когда креветка богомол атакует, в воде образуется микровзрыв. Давление настолько велико, что возникает вспышка света и выделяется тепло, сравнимое с температурой поверхности солнца. Она охотится на моллюсков, крабов и даже других креветок богомолов. Причем, если ее поймать и посадить в аквариум, она может разбить стекло и сбежать. Так что это маленькое, но невероятно опасное животное. Его называют самым смертоносным боксером морей. Живой факел. А теперь представь себе существо, которое светится в темноте. Без батареек, без магии. Просто живет в полной темноте и спускает свечение. Такие животные существуют. Это глубоководные рыбы. Например, черный дракон идиокантус атлантикус. Они живут на глубине более одной мили, где полная темнота. Но зачем им этот свет? Это идеальное оружие для охоты. Рыбы используют свою биолюминесценцию, чтобы приманивать добычу. Некоторые глубоководные существа даже умеют менять цвет свечения, чтобы маскироваться или отпугивать врагов. Но самое удивительное – это их природа. Их свет исходит не от них самих, а от бактерий, которые живут у них на коже. Люди давно пытаются использовать этот эффект. Например, в медицине его применяют, чтобы освещать клетки рака при операциях. Возможно, в будущем мы сможем использовать эту технологию, чтобы осветить целые города без электричества. Электрошокер. Представь то, что ты плывешь в реке и вдруг чувствуешь мощный электрический разряд, настолько сильный, что может парализовать и даже убить. Это не фантастика, это реальность. Виновник этого – электрический угорь. Он может вырабатывать разряд до 600 вольт. Это больше, чем напряжение в обычной розетке. Как ему это удается? В его теле есть специальные органы, наполненные клетками, которые работают как биологические батарейки. Они заряжаются при движении и активируются, когда угорь решает атаковать. Этот электрический удар он использует для охоты и защиты. Он может оглушить добычу, отпугнуть хищника или даже парализовать жертву на несколько минут. Но самое интересное – угорь умеет управлять силой разряда. Он может дать слабый сигнал, чтобы ощупать окружающее пространство. Или мощный удар, который способен оглушить даже аллигатора. Кстати, ученые изучают угрей, чтобы понять, как создавать биологические источники энергии. Возможно, когда-нибудь мы сможем заряжать телефон и просто двигаясь, как эти рыбы. Замораживается, но не умирает. Представь, что тебя заморозили до состояния ледышки. Сердце остановилось, кровь превратилась в лед. Вроде бы конец, но потом тебя размораживают, и ты снова жив. Это не фантастика. Это обычная зима для древесной лягушки Аляски. Когда температура падает, эта крошечная лягушка начинает замерзать изнутри. В ее теле образуются ледяные кристаллы. Ее сердце перестает биться. Органы останавливаются. Она буквально превращается в живой ледяной куб. Но весной она размораживается и снова приходит в себя. Как будто ничего не случилось. Как она это делает? Ее секрет – специальный сахар в крови, который работает как антифриз. Он предотвращает повреждения клеток и помогает лягушке пережить даже самые лютые морозы. Если бы люди умели так делать, мы могли бы замораживать людей для долгих космических путешествий. Или даже замораживать себя в молодом возрасте и просыпаться через 100 лет. Супер обоняние Теперь представи, что ты можешь чувствовать запах еды за 20 миль, даже если она глубоко под снегом. Для нас это невозможно. Но для медведя обычное дело. Медведи обладают самым острым обонянием среди всех наземных животных. Их нос в тысячи раз чувствительнее, чем у человека. Они могут унюхать добычу за 20 миль и точно определить, где она находится. Это помогает им находить еду даже в экстремальных условиях. Например, белый медведь может чувствовать запах тюленя, спрятанного под двухфутовым слоем льда. Но это же делает их опасными. Медведь может унюхать запах пищи в палатке и прийти на обед. Вот почему в национальных парках туристам запрещают оставлять еду на открытом воздухе. Если бы люди имели такое обоняние, мы бы могли распознавать болезни по запаху, находить воду в пустыне или просто определять, что у кого лежит в карманах. Выстрел с точностью снайпера Теперь представь себе рыбу, которая умеет стрелять. И не просто стрелять, а попадать точно в цель с расстояния 6 футов. Это рыба-брызгун. Она охотится на насекомых, сбивая их струей воды. Как ей удается быть такой меткой? Ее глаза устроены так, что она точно рассчитывает преломление света в воде. Это все равно, что человек мог бы стрелять под водой и попадать точно в цель на суше. Она собирает во рту воду, сжимает жаберные крышки и выпускает мощную струю, которая может сбить насекомое с листа. Но самое удивительное, она учится стрелять лучше со временем. Молодые рыбы сначала часто промахиваются, но потом тренируются и становятся точными, как профессиональный снайпер. Это единственная рыба, которая использует водяной пистолет для охоты. Кто знает, возможно, в будущем технологии смогут использовать ее технику для создания водяного оружия нового поколения. Живой вертолет. А теперь представь птицу, которая может летать вперед, назад, вбок, зависать на месте. Как настоящий вертолет. Это калибри. Единственная птица в мире, которая умеет так делать. Как ей это удается? Ее крылья не просто машут вверх-вниз, как у обычных птиц. Они вращаются, создавая мощную подъемную силу. Это дает ей невероятную маневренность. Калибри может делать до 80 взмахов в секунду. Это самое быстрое движение среди всех птиц. Чтобы поддерживать такую скорость, ей нужно очень много энергии. Она ест почти весь день, питаясь нектаром цветов. Но если пищи мало, она может впасть в особое состояние, похожее на спячку, замедлив сердцебиение и дыхание. Представь, если бы люди могли так делать. Летать без самолетов, зависать в воздухе, двигаться в любом направлении. Это была бы абсолютная свобода движения. Невидимость в воде. Представь, что ты идешь по лесу, и вдруг человек перед тобой просто исчезает. Не спрятался за дерево. Не отбежал. А буквально слился с окружающей средой. В мире животных такие существа существуют. И лучший мастер маскировки – осьминог. Эти создания не просто меняют цвет. Они умеют изменять текстуру своей кожи, подстраиваясь под камни, кораллы, песок. Они могут стать шершавыми, гладкими, полосатыми, пупырчатыми. Как угодно. В их коже находятся специальные клетки-хроматофоры, которые мгновенно перестраиваются под окружающую среду. Причем осьминоги не просто копируют цвета, они анализируют фон и решают, как лучше замаскироваться. Люди мечтают создать ткань-невидимку, как в фильмах про шпионов. Но пока до уровня осьминогов нам далеко. Носитель смертельных бактерий А теперь представь животное, которое переносит смертельную болезнь, но при этом само не болеет. Это броненосец. Маленький, забавный, похожий на мини-танк. Но он единственное существо, которое может заражать людей проказой. Проказа – страшная болезнь, которая веками считалась проклятием. Броненосцы каким-то образом переносят бактерии проказы, не страдая сами. Ученые до сих пор не до конца понимают, как это возможно. Самое странное, если в вашем районе водятся броненосцы, вы можете заразиться, просто прикоснувшись к ним. Причем болезнь может проснуться через годы. Эти животные выглядят мило, но возможно именно они хранят ключ к лечению проказы. Ведь если мы поймем, как они выживают с этой инфекцией, то возможно сможем создать лекарства. Представь то, что ты можешь есть бумагу, пластик, ткань и даже металл, и ничего с тобой не случится. Козы едят почти все подряд. Они могут переваривать газеты, провода, одежду и даже гвозди. Как это возможно? У коз особый желудок, который разделен на 4 камеры. В нем живут уникальные бактерии, которые разрушают даже самые сложные вещества. Если бы люди могли так делать, нам не нужно было бы перерабатывать пластик. Мы бы просто его съедали. Но, конечно, даже у коз есть предел. Если они съедят слишком много пластика, это может привести к проблемам. Тем не менее, эти животные могут жить там, где другие погибли бы от голода. Именно поэтому они так распространены по всему миру. Самый выносливый ныряльщик А теперь представь, что ты можешь задерживать дыхание на полтора часа. Это умеет делать Кошалот настоящий чемпион среди глубоководных ныряльщиков. Эти гиганты могут погружаться на глубину более одной мили и охотиться там на кальмаров. Как им удается так долго не дышать? Их секрет – в уникальной крови, которая накапливает кислород в невероятных количествах. У обычного человека в крови кислорода хватает на 2-3 минуты, а у Кошалота – на полтора часа. Кроме того, их легкие могут сжиматься в десятки раз, чтобы выдерживать давление глубины. Если бы человек попробовал нырнуть так глубоко, его легкие просто бы раздавило. Но Кошалоты чувствуют себя там, как дома. Они даже разговаривают друг с другом с помощью щелчков, передавая информацию через километры. Кто знает, может быть, когда-нибудь люди смогут создавать искусственные, легкие, которые позволят нам нырять так же глубоко. Сверхрегенерация. А теперь представь, что ты можешь отрастить не только руку или ногу, но и сердце, позвоночник и даже части мозга. Это умеет делать Аксолотль – удивительное существо, которое выглядит как милый дракончик. Эти животные обладают уникальной способностью к регенерации. Если Аксолотль потеряет лапу, она отрастет. Если у него повредится позвоночник, он восстановится. Даже части мозга могут заново вырасти. Секрет Аксолотля – особенные клетки, которые могут превращаться в любую ткань. У людей таких клеток нет, но ученые изучают Аксолотли, чтобы понять, как перенести их способности на человека. Представьте мир, где после аварии можно было бы отрастить себе новую руку или даже новый позвоночник. Этот крошечный водный дракончик может изменить будущее медицины. Медведь, который не ест год Представь, что ты можешь не есть и не пить в течение целого года. И при этом не потерять мышцы, не ослабеть и не умереть от голода. Такую способность имеет гималайский бурый медведь. Эти животные могут впадать в спячку, которая длится до 12 месяцев. Обычные медведи спят 3-4 месяца, но гималайские бурые рекордсмены. За это время они не едят, не пьют и даже не ходят в туалет. Их организм переходит в уникальный режим выживания. Как это возможно? Их тело переключается на внутреннее питание. Они расходуют запасы жира, но при этом не теряют мышечную массу. Их печень перерабатывает отходы, превращая их в полезные вещества. А самое удивительное, их сердце замедляет ритм в 2 раза, а температура тела падает. Они буквально впадают в глубокую спячку, но в любой момент могут проснуться, если почувствуют опасность. Ученые изучают медведей, чтобы понять, как можно применять этот феномен в медицине. Например, чтобы отправлять людей в долгие космические путешествия или лечить болезни, связанные с потерей мышечной массы. Возможно, когда-нибудь мы научимся выключать наш организм так же, как медведи, и жить без еды и воды гораздо дольше, чем сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok